Йоги говорят, что без правильного дыхания пробуждение энергии невозможно. И без энергии йога не может быть. И без энергии нет йоги. В Хакта-йоге Прадибрике сказано, что если человек не пропустил в Кундалини, даже если он выполняет тысячи поз, он ничего не почувствует. Только когда энергия начинает восстановиться, то йога становится очень, очень интенсивным. И в йога, только кундалини, может дать чудо. Таким образом, мы будем делать то же самое упражнение, но немного по-другому. Сейчас попробуем. Держите руки прямыми, руки поднимаются на ноги. Ладошки направлены к бедрам, ручки держим прямыми. Колени опять очень прямыми. Вдох, задержки и на задержки уходим назад. После этого уходим ручки назад, как можно дальше, как можно выше. И когда нежелание будет отходить, возвращаемся в досводное положение. Допоняем один раз. Подпомним, пробуем. Присмотрен. Продолжение следует... Выполняйте это упражнение настолько, чтобы вы могли контролировать себя в любой момент. Это упражнение заставляет сердце биться очень медленно. Таким образом сердце становится сильней. Омывание кровью головы, мозга становится медленнее. Таким образом мозг получает больше сворота. Очень полезное упражнение для всего тела, в частности для нервной системы, для мозга. Продолжение следует... 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 Давайте продолжаем... Удыхаем через нос. Укладываем правую ручку на ведро с правым большим пальцем вперед. На левой руке берем себе за большой пальцем. Вы должны менять ее рук. Поменяйте свою одну ладонь... А, с другой ножкой. Левой руку, на правую ногу. Выпрямляем правую ножку вперед, и удерживая тело прямым. Это называется хаста падангушкасана. Это тоже упражнение, способствующие пробуждению энергии в животике. У кого есть боли в спине, очень полезная работа. Эти практики, которые мы делаем сегодня, очень простые, но очень хорошие. Если вы просто будете практиковать такую практику, вы можете даже посредством этой практики стать великим йогом. Теперь левую ладушку вкладываем на лапа, большой палец впереди, остальные назад, захват правой рукой, да левый большой палец возьмем. Правая рука держит левый большой палец. Йог – это не человек, который выполняет наисложнейшие позы. Йог – это человек, который живет в йоге, по принципам йоги. Это стиль жизни. Основной принцип – контроль сексуальной энергии. Потом еда. Люди не должны употреблять пищу, которая не подходит для йоги. Очень много разных вещей – алкоголь, наркотики и так далее, которые нельзя употреблять. Если кто-то пьет вино и занимается йогой, йога не будет стоить такой же силы. Поднимаемся на большие пальчики. Затемься на пяточки. Укладываем ладошки на колено. Удерживаем руки прямыми. И вытягиваем крутой отдел. Выталкиваем его вперед. Коза льва. Так же, как и вирасана, это упражнение дает много силы и смелости. Выполняем джаландхара банку. Максимально раскрываем рот. Вносим язычок наружу максимально далеко. Это джангинь мудра. Дышим через рот. Сконцентрируемся на межбровье и глазах. И остаемся в этом положении. Концентрироваться на межбровье. Концентрироваться на межбровье. Вы зря записываете. Есть книжка, лучше сейчас позаниматься. Есть книжка со всеми этими описаниями. И все, как и в этот момент мне объясняют. Покажет. Есть книжка. Эта книжка. Эта книжка. Эта книжка. Эта книжка. Эта книжка. Они основная книжка. Дон, некли. Поднимаемся, еще раз. Допустите. Делать прямое. Очень важное упражнение, следующее, называемое пантера, и для того, чтобы выполнять мако-мутру или тадаки-мутру, вы используете это следующее упражнение.